Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Точно собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, который несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру в них, говорит, расслаблен, муча, да прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи?» Ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он точно встал и взял постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Пошел к морю. Ну и про что тут говорится? Тут говорится про то, что собралися в доме, много людей, да? Потому что там был Иисус, и когда Он там был, то стало почути людям, что Иисус в доме, да? И сразу забралися много людей. Так что теснили Его там, да? И окружили вокруг и дом, и не могли войти туда. И тут приходят четверо на постели, несут расслабленного. И через много людей они могли никак не войти в твой дом, да? И они вилезли на кривлю дома, да? Розібрали дах, там криши не такие, как у нас. Да, пологи такие. Розібрали кришу и спустили Его на ночи, там, на ночилках несли Его там. Привязали, видно, за веревки и спустили Его через покривлю до Иисуса, где Он находился. Иисус, каже, бачивши віру ихнюю, віра безділ мертва, да? Вони Его перенесли, а вот питание, если они перенесли, то Его перенесли. А что дальше? И вот так в жизни бывает, что вроде бы мы имеем віру, мы рухаемся, а тут препятствия, да? И препятствия, мы не знаем, что делать, мы можем оставить его там на ночах и сказать, ну что, не получилось. Значит, это, может, не Господь был, бажание нам и хотіння дав, вся это наше. Господь дав им в хотіння, да? Мы не мали віру, но побачили препятствия, оставили его там на ночах, ну вопрос не получилось. Потому что дальше рухаться вірою, ну дальше можно нарваться. Они неприятності, я уверен, правда? Ну, не совсем оно, все поймут нас тогда. Мы будем мать проблемы, правда? Что же делать? Как же так, чтобы и людям догадить, и больному помочь? Я не знаю, какую задачу решить. Ну, они решили, они сделали, они прокопали кровлю, да? Спустили. Вообще, это выглядело очень, очень негарно, я так думаю, правда? Чужую хату, влезти на кришу. Хозяином они не питали там, нет? Вообще там не знали, где твой хозяин был. Там не написано за него. За хозяина что-то написано там? Ничего. Значит, хата была, яка? Никому не належала, видно, на пустыре десь на очи, полуразрушена, но стоялась, а там забрались люди, да? Так, чи что? Так. Где ж так? Так кто? Кто в такую хату пиде, и кто там что будет робить? Хата была, и хозяин был. А хозяин там был Господь, наверное, в той хате. Так, чи нет? Если в моей хате хозяин Господь в этой хате, то и в той хате, где я живу, тоже он будет Господарем, нет? Ну, это уже зависит от каждого, в частности. Так, чи нет? Машину, которую я маю, она кому належит? Мне чи Господу? Господу? Ну, так надо ей и жертвовать, наверное, нет? Тебе и жертвовать. Ехать, куда не хочется, по ямкам, там, туда-сюда. Ну, что, ну, тебе ж ремонтировать, правильно? Самое интересное, что никто ремонтировать, и не будет кримене. Правильно? Никто кладать туда не будет кримене. Знак питания. Да нет, надо какую-то машину такую, чтобы она належала всем, правда? Ну, что она будет належать всем, то я быстренько, что добьють. Нема хозяина. Интересно, как это вопрос решить, я себе, как думаю? Если я что-то маю, если я належу Господу, то все, что я маю, тоже належит Господу, так, чи нет? А по житту оно так, чи нет? Не всегда. Не всегда. Все плохо, что не всегда, надо, чтобы было всегда, да? Вот вы верили в Господа, вы последовали за Ним. Вы голые и босые, у вас ничего нет. У большинства, да? У вас нет, что взять. Но вопрос в том, если вы последовали за Господом из этого сердца, то потроху наживете что-то, правда? Потроху, может, и дом кто-то будет мать, может, кто-то машину будет мать. И вопрос в том, когда уже будет мать, мы готовы будем отдать для Господа, чтобы мы нашли дворного, нет? Да он, хай той, хай той, хай той, да? Мы же найдем кого-то, кто-то вроде бы дякану, то он должен там, кто-то такой, то он должен, правда? А ты ничего не должен. Хай сначала они, да? А потом что? А потом я никогда. Чи все-таки я потом пойду? Да нет. Не думаю. Если я не иду сразу из этого сердца за Господом, и все, что у меня есть, не належит Ему, то в пасице оно и не будет належать Ему. Так или нет? Господь говорит, Аврааму, Авраам, сына твоего единого, которого ты любишь, «Видай мне». На что ты мне отдавал, чтобы я тебе его отдавал, да? В жертву. Саша, машину, якую я тебе дав, бусы, якую я тебе дав, «Видай мне». Ну, приходят, просят, да? Надо он Господу. То, как Господу, то берите. Да? А как вам, то я не дам. А чого? Не хочу. А и Господу берите. Откуда ты знаешь, Господу мы берем, чи нет? Я маю помазание. Воно истинно и не ложное. И если я належу Господу, то и все мое належит Господу. И я не дам користоваться мною без Господа. Я не раб людей. Ну, я раб Господа, Иисуса Христа, якому я належу. И все, что я маю, належит ему. Ну, такая ситуация, виходить, с этим домом. Так, или нет? В яком был хозяин. Ну, там забрались багато людей, разобрали дак. Тут есть такая невидимая сторона. Происходящих событий. Но наряду с тем, вона очень важлива, оказывается, но про ней не написано тут. Кто там был хозяин? Как он смотрел на все эти вещи, что происходило, когда, может, брали дак? И как он до этого отнесся, не понятно. Но я думаю, ну, если хозяин был на месте, я думаю, что он был на месте, и если там не Господь был бы хозяином в его доме, то взлетели бы они с той крыши, аж бежали. Аж с тем, хворим. Я себе так думаю, ну, кто отдал право влазить, ну, это, по-перше, закон на мою стороне, так или нет? На мою стороне закон? Ну, это моя властность. По закону, это моя властность. И если кто, есть в стране закон, что когда без попереджения зашел кто-то на мою территорию, да, что в мой дом, я могу, маячи огнепальную оружие, застрелить эту людину. И ничего мне не будет, закон на мою стороне. Бо это мой маяток, оно належит мне по закону, и закон его защищает. И я могу встать на защиту своего маяна. Так или нет? Если мы пошли за Христом, и мы говорим, что все, что мы имеем, належит тебе, Господи, то это легко говорить, когда я ничего не имею. Но когда проходят годы, и я уже что-то нажив, и сказать, Господи, это все належит тебе, и так идти дальше, я думаю, что это людина, которая с начала верования, и до этого времени, она является тем, кто она является. Но если время проходит, и она говорит, что это уже моё, и я как хочу, так и делаю, то я и Господь, это велика разница. Вот, каже, недалеко, 33 сантиметра от ума до сердца, но если ум плоткий, то он залежит от плотского тела. И завжди его, ну, тенденция, нам известна, что плоть хочет. И то, что дух хочет, то противно плоте. Но мы завжди выбираем между духом и плотью, так? Поскольку он говорит, что он наш, он есть другим, там, это лукавое сердце, то я могу подказать тебе еще что-то. Но вопрос в том, что ты уверен, что это сердце, то твой дух, и душа, и тело, пока нет, никому, Господу. Потому что ты поступаешь по внутреннему человеку, а не по внешнему. Балакать можем много. От питания, что будем так жить. Можно уже научиться говорить, правда? Нарешті, уже не немый, уже Господь сделал из немого говорящего, я уже могу говорить. И питание в том, я могу говорить, а что я буду так жить? И вот, если начать жить, сбережем до конца, то что, то увенчаемся успехом. Если не сбережем, только будем балакать, то ничего не поменяется. И может люди, какие-то и отдаются Господу, но потом бачить, какие-то перешкоды, дах разобрали, ходова полетела, ездил, ездил, ходова полетела в меня, все служил, служил, и приходит момент разочарования. Я разочарувався, потому что я жертвовал своим и ничего не отримал на том месте. Одни только проблемы. Так или нет? То есть, нет там, что Господь уже мне воздает сразу. То есть, я несу урон. Воно-то все приложится, но когда, то 100% не так, как я думаю. Может, в детях, внуках приложится, еще где-то там. А пока надо, что? Истощать свое, для чего? за ради Господа, и дело его, я готов витрачать себе и свое. Так или нет? Потому что, если правильно понимать, Слово Божие, то мы собе не належим. Мы куплены дорогою чиною, кровью Иисуса Христа. Мы собе не належим по Слову Божию. Так? Вера говорит. Божа. Так говорит, или нет? Да. Вы не належите никому, кроме Господа и своего властность. Он вас выкупил из греха и смерти, то есть, и свет не мает над вами пановать, и мислення не мает быть, у вас как светское. Вы уже новые люди, вы новое творение в Христе Иисусе. Чи всі це розумеют, че все знают? Я думаю, что всі читают Слово Божие. Хто читает Слово Божие, он это розумеет. Хто не читает, то я, может, этого не розумість, но он чуя проповеди, например, если проповеди тверези, здоровые, которые отвечают Слову Божие, они говорят до меня, и вопрос в том, мы будем радиться с кровью и плотью, с женщиной, с детьми, давать, или не давать, или я, господин в доме. Я последовал за Господом, и все, кто живет в моем доме, они понимают, або они идут за мной, або идут, куда я хочу, бо я иду за Господом. И если я что-то решаю в своем доме робить, то я это делаю твердо, потому что я понимаю, кому я належу и кому належит все, что я маю. читаю. Ну и читаем. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Чтобы было слышно, что Господь в нашем доме, чуете, надо посвятить себя Господу. А посвятиться все, что ты маешь, оно не твоё, а оно належит Господу Иисусу Христу. Это не значит, что я пойду, раздам все, но если Он скажет, то пойду и раздам. Если Он мне потребует, что-то я и отдам, ради Господа я все и отдам, потому что я не привязан до этого. Я живу и легко иду за Господом, хотя я и что-то и маю, но оно не належит мне, и я до этого не прилепленный. Потому что в любой момент, когда Господь поклише, я все залишу и пойду за Ним. Потому что я так уверовал, я так верю и так Слово Божие говорит. Если я иначе как-то верю, то вопрос в том, как иначе. Иначе может быть только так. Если зерно почти в землю не помре, то останется одно. Если помре, то принесет много плодов. Когда человек может принести много плодов, когда она все цело доверилась Господу, и она не керует собою, своим життям, и тем, что она имеет. А она говорит, Господи, ты господарь моего життя, и ты всем керуй и управляй. И мною, и всем, что я маю. И моим домом, и то, что в моем доме. Иначе Господь не згидный, быть в этом доме и управлять, потому что этот дом не покирный ему. Так или нет? Он своевильный, своенравный, он выбирает те, какие он хочет. И говорит, если человек говорит свое имя, то шукает славу собе. Если она говорит от моего имени, то она истина, и неправды в ней немаеет. И много говорят, но оно не отвечает, потому что при испытании они все равно лишаются там, где они есть. Там, где их сердце, говорит. До чого оно прилеплено, говорит, не можете служить двум господам, Богу и мамоне, потому что одному будете служить, а другому будете ненавидеть. а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Я думаю, когда разбирать такие вопросы, то много кто может отойти и сказать, что это не для меня. Я не готов на такую жертву, а мы, которые прожили люди, которые все втратили в этом жизни, пришли до Господа и по трошке что-то начинаем набивать. Воно нам належит, или нет? По правде, Ивангельский. Если оно нам належит, это будет с моей стороны, это неправильно так жить. И когда я говорю, а это уже мое, все, то вопрос, что это твое, то есть оно. Если разобраться, поистине, я помню, как я пришел до Господа, голый и босый. Ну, квартиру мав. Как уверовал, то втратил. Потому что сказал, что не належит вона имени так же. Как сказал, так и осталось. Оставился без квартиры. Раз она тебе не належит. И мы проходим пробование в дребничках. Если мы в дребничках верны, то ничего, что мы ничего не имеем. Но у нас дребит. Что в тебе есть? У меня есть 20 копеек. Або купить хлеба, або проехать в транспорт и заплатить, або не заплатить. И много всяких борьб в дребничках. Правда? Если мы в дребничках верны Господу, то когда придет что-то большее, мы сможем с ним справиться? Или нет? А если в дребничках мы неверны Господу, мы сможем справиться, что-то большее будет мать? Нет. А как вы думаете? Чи вы так думаете, как говорите? Я не готовый ни на какую справу, но я готовый в Господе. Если Господь скажет, я пойду. Если Господь скажет, я пойду, сделаю то, что скажет. Чему? Я готовый кориться Евангелии, я готовый кориться Господу и Духу Его. Если человек будет так кориться Господу, она будет выполнять желание тела, плоти, греховные, помыслы, думки, будет она выполнена? А если она будет постоянно мать борьбу и спорить с Господом, давать или не давать, она будет мать успех? Что нам так погано в жизни? Бывает. Что мы блудим постоянно? Что мы падаем на этой дороге? Что причина? Мы что-то не понимаем Бога, что мы не понимаем самих себя, наверное. что мы понимаем самих себя и понимаем Бога, но при спокусе мы не всегда выбираем то, что нужно, а выбираем то, что не нужно. Почему? Потому что мы смотрим на людей, как люди реагируют на это, как люди реагируют на нас, и нам хочется не выделяться особо, потому что ты сумасшедший, ты ненормальный, кто так живет. А тебе какое-то дело есть до того, кто говорит, когда ты пропадал в грехах и беззаконях, когда на тебя пошли, плювали, возвращались от тебя. Тебе дело было какого-то, ты понимаешь, что это твоё положение. Может, тебе хотелось иначе, но ты понимаешь, что это, что есть. разобрали хату, служение закинчилось, все забрали и пошли, так или нет? И священники, и начальники, все, кто там были в той хате, там, біля него сидели, в хате сидели священники, не на дворі стояли, поважные люди пропустили. Когда мы его ждем, он приходит, когда мы забыли за него, перестали ждать. Неудобный момент он приходит, когда я намерял что-то сделать, чем занять, он приходит, он говорит, оставь все, иди за мной, оставь свои сети, оставь свой дом, домашний, иди за мной. И я хочу тебе сделать ловцем людей. Был при моих сетях и ловил людей для Царства Божьего. Если я маю что-то, и я говорю, это моё, я не могу идти за Христом, потому что у меня что-то своё, и я всегда маю время вернуться до своего, так или нет? И був час, они вернулись до своего, до Ситти, да, знову. Вони верталися, или нет? Верталися. Когда они верталися? Когда он оставил их. Когда он оставил их с ними, тогда всё очень плохо было. Я читаю сегодня там Марка, я читаю там место, когда он оставил их, пішов по морю, а они в лодке, и они были в стрессе, и он ишов по морю, хотев пройти мимо них, но они побачили его все, и злякалися, подумали, что бачить привид. Он говорит, не бейтеся, вошел до них в човен, и буря прекратилась, ветер им был противный, в лице, они гребли, тяжко гребсти. Он зашел в лодку, и всё тихо стало. Господь зашел до них в лодку. Есть момент, что не всегда Господь с нами, будет нас оставлять на время для чего? Для того, чтобы попробовать, что в нашем сердце, как мы будем себя проводить. В тихи и иных справах, так или нет. Я, как человек, я собю все купую, все, что мне нравится. Я купую, собю, желаю иметь все, что мне доброе, местное, так или нет. Хорошее. А Господу, что я даю? То, что купую, то, что местное, то, что доброе, правда? Если я належу Господу, то и у нас все належит Господу, так или нет. То, что я? Ну, что вы вообще-то, то что? Ну, вагайся, все же так. По-разному. Ну, как по-разному? По-разному. По-разному быть не может. Если я иду за Господом, то я иду за Господом. Если по-разному, то вопрос в том, куда я иду, и куда я прийду, и куда мы приходим час в часу. Кто-то из вас послушает, доверится, и так пьет, да? И так будет жить. А мне какая польза? В то, что вы будете так жить. Если вы так не будете жить, то мне какая польза? Мне всегда польза. Чи вы принимаете, чи не принимаете, мне всегда будет польза. Если я этому следую, то я так иду. Нам надо разобраться в себе. И каже, выбери людей способных, и научи их. Тобто способна людина, способна чути, понимать и доверять тому. Так что способна людина. Багато послушают, и что? И не смогут. Бо честная вузька дорога, и честные ворота, чтобы туда зайти. И много кто шукает, но найти не может. Шукает, а выйти не может. Не знают, где вход. А Христос каже, я верю. Кто мною выйдет, то и выйдет, и пажет, не идет. Так что нет? Я понимаю, эти слова, я читаю их, а че я их розумею, что они мною обретаются, эти слова, что я действительно знаю, куда я иду, чего я иду, и что я там буду думать. И если ты выдержанный от этого света, то 100% ты идешь туда. Если ты отсюда не отвернулся, ты 100% туда не идешь. Потому что они в мислях имели отечество, они имели время вернуться. А так как они из этого сердца вернули, отвернулись от этого земного, то не было куда вертаться. Людине нет куда вертаться. И с одной стороны это тяжело. Пока ты думаешь, как это, как это. Но когда ты принял решение, и пришел, то уже неважко. Знаете, почему? Потому что Христос помогает и ты уже. Он тебя не тяготит. Потому что ты уже решил питание. И сердце твое шло. Вдерывалося от этого. Ты уже вольный от этого. Ты маешь, как не женатый, как не женатый. Пользуйся миром, как не пользуйся. Приобретающий, как не покупающий. Людина вольная. Какие он вольные? Мает. Те, те, те. Мает. Но он вольный. В любой момент залишит и пьет. Куда Господь скажет. И вопрос в чем? В ком? В каждом, в частности. Так или нет? Вы сами себе решите. И когда мы читаем Ивангелем, она будет нам говорить какие-то речи. А это как в тебе? А это как в тебе? Как ты будешь? Что ты будешь? И если мы скажем, еще не сейчас, но я еще подумаю, то вопрос будет еще для тебя время. Мы не сколебляющихся на погибель, но стоим твердо в вере к спасению души. Если я чую и разумею, я стою и иду. Что мне там враховаться? Что мне враховаться? Мне Господу не доверять? Чего? Мне доверять? Если Господь так каже, будьте как дед. Если Господь так каже, то надо диктаться так. Я рассказывал какие речи життя. Люди готовы жертвовать оселям своими. И вроде бы пошли этим путем. И начали в них собираться люди. Но дом после ремонта. И когда началась шкода, потому что дети приходят с детьми, то там обойну потянули, то там еще что женька недовольна, на человека начала роптать, недовольствовать. Ну и человек каже, ну все, мы больше не можем. мы не хотим, чтобы нас люди собирались. Мы хотим уюта, тепла, мы хотим хорошего життя. А тут постоянно движение, они пришли, наобили тут нам проблем, забрались, пошли. Розбрали дах, никто даже копейки не дав, чтобы кто-то поправить, ни рабочих не дали, ничего, забрали, Христос тоже пішов, все пішли, да, никому дела немає, я остався один з моими проблемами, думаю, слухи, на что оно мне надо? Господь нас укрепляет, когда мы идем на дорогу Его, и когда такие вичай наступают, то Он подкрепит нас на дороге, если мы решили идти за Ним. Если мы идем, Он подкрепляет, говорит, всем, возлюбивши явление Его, когда он является, когда тяжело, когда трудности в жизни, когда теснота пришла, и когда написано, что апостола Павла все оставили, то Христос явился и укрепил Его, по миссимо, каже, всем, кто полюбил явление Его, я думаю, какое явление, просто тебе там став, молиться, и он тебе явился, молиться, нет, в кого есть борьба, велика, и он корится Божьему Слову, и в терпении чекает, надеяется на Господь, что он пішел в эту дорогу, то на дороге трапляются всякие негаразди, и Господь укрепит эту людину, он может думать, что это привод, но это Господь, это не привод. Он может думать, что случайность, то кто-то не... Это для тебя, это не для всех, это для тебя, потому что ты пішел этим путем, и Господь тебя укрепляет на этой дороге. Господи, поможи, поможи нам начать жизнь, если мы правильно начали, то нам еще закончить до конца нужно. Но все вопросы, что мы не дурные, правда? Да. Мы таки сами как и все вокруг нас, правда? Что, мы не видим, не понимаем? Мене надо рассказать, как на рентгене всех бачу, бо я напичканный дерьмом с головы по самому пяти. И мне надо рассказывать, я всех бачу, кто чем дышит, и кто куда дышит. Ну, че я правильно бачу, это знак питания. Но бачу, как бачу. и как тяжко мне своим бачением войти в Царство Божие. Бо я уже напомню, кто слепый, такий, как раб и глухий, и немый, который вообще не живет по-свечски, вообще с этим всем дела до того нет. Он не думает, люди, он думает, как Господа догадится, как бы его волю выполнить в своем жизни. А вот что он помышляет, думает. Если мы так будем думать и помышлять, то я думаю, мы тоже можем быть рабами, Господа. Мне все равно, что про меня говорят, мне все равно, что там, кто, как там решил, кто там мою жену накрутив, она пришла мне, все накручивает. Дела нема. Как сгустится вода, жирная вода, все стекает. Нема мене дела до этого всего. Я смеюся, мне смешно. Она говорит, что ты смеешься? Потому что для меня это не питание. А для нее питание, потому что моя жена, как и моя душа, она не все понимает. И в ней много вопросов. у нас тоже в душі много вопросов. А чему, а как? Втешайте себя чем? Писанием. Читайте Слово Божие, там втешайте. И так как мы говорим по Марка, 2 глава, то тут все понятно. Да? С одной стороны. Понятно, что? Не то, что мы что-то говорим непонятно, мы говорим по Слову Божему. И все понятно, так как написано, то все понятно. Но так как жить, то много вопросов. Звідки они приходят эти вопросы? Из нашей плоти, на нашу душу. А что я? А что не он? А покажи, как? И я шукаю опору в людях. Может, в себе шукаю опору. Но нужно смотреться на Господа, на апостолов, тих, которые последовали за имя Иисуса Христа. Конечно, я не могу так идти, как они. Я только уверовал, но по времени мне не нужно что-то уже понимать и научиться. И когда зовут и покличают, то все кинули, оставили и пойти, и выполнять Его волю. Я не могу говорить, что все должны быть как апостолы, все должны быть посвященными, все должны быть... Так, есть разные моменты. И поэтому, как вы верите, как понимаете, так и иди. Я не требую, чтобы все были такими, как апостол Павло, или кто-то. Павло говорит, что стремлюсь высшего звания в Христе Иисусе. Какие звания там есть, он стремится до высшего звания и говорит, что ради этого я не считаю ни с чем. Ни с чем не считаю, ни с тем, что он имеет детей, женщину, или нет, или как он там живет, но он не считается ни с кем, ни с чем. Он полностью належит Господу, и идет за Господом, и от этого сестра шукает его и его дороги. Субтитры создавал DimaTorzok